МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В районах Гомельской области проходят семинары с керавниками предприемства и организации. Какими думками обмениваются и худельники, и каким чином плануется снизить сколько с несчастных выпадков на вытворчасти, потекавился Олег Синтероу. Как ожидается, через несколько дней на палетках Гомельской области разгорнутся массовые полевые работы. По особенности начинается новый сельскохозяйственный год, когда это важно не только держать добрый урожай, а и сохранить здоровье работающих. В ходе работы мобильных групп летось только в Гомельском районе выявлено 2,5 тысячи порушений управленного законодательства и больше 40% у сельскохозяйственных господарств. При этом, подчас кожной проверки, в среднем, означается по 16 недохопов. Это крыхло меньше, чем годом ранее, а не все ровно шмат. Тем больше, что три порушения завершились трагично. Работники отримали тяжкие травмы. В 66% это нарушение именно потерпевшими требования инструкции по охране труда. Поэтому райисполком ведет свою задачу подходить системно к обучению руководителей организации, ответственных за охрану труда в организациях, держать на постоянном контроле соблюдение именно инструкций по охране труда самими работниками. До речи, на думку шмат таких керевников сельскохозяйственных предприемцев, сегодня необходимо изменить методы работы мобильных групп. Проверки повинны первотвориться за элементарного пошуку недохопов у своей соблевого учебы местных специалистов. У речи в складе таких групп соправданы профессионалы и их парады на конкретных прикладах, да помогли бы одразу ликвидовать истнуючие недопрацовки. Тем больше, что сирот причин несчастных выпадков сельскохозяйственных господарств, так званый человеческий фактор, по ранейшим застается основным. Навод, коли вся техника працует идеально, усе ровно знойдится некто, кто поспробует порушить правилы. Некольких годов такая недбайность на Гомичине приводила у основным до выпадков тяжкого травматизму. Ета статистика изменилась кардинально. Полова зарегистрованных смиротных выпадков на вытворчестве у сельской господарцы. Сельта, покой усяго один загинувший работник Галины, а лишь и массовые работы только починаются. А тому у гэты дни во всех районах в области проходят месячники по хове праце, задача, яких непросто звернуть увагу на истинующие недохопы, а ле и донести до кожного сдавалось и простую истину. Правилы по ахове праце необходимо не только ведать, а ле и выконовать. На 1 марта у нас в области недопущен рост со смертельным и тяжелым исходом в сельском хозяйстве. Мы имеем по сравнению с прошлым годом снижение. Но, тем не менее, это не дает нам оснований для того, чтобы совсем успокоиться. Проблем сегодня достаточно. Олег Синчеров, Евгений Макеенко, телерадиокомпания Гомель. Сегодня в нашей краине началось громадское обмеркование закона проекта об обыходжении с живелами. И оно протягнется до 20-го красавика. Текст документа размещены на национальном правовом интернет-портале у Банку дадзиных проекты законов. Свои пропоновы можно накеровывать по электронной поште. Усе инициативы будут передадзены у Палату представников национального схода Беларуси. С установлением теплого надворья выратовальники у Сечастей фиксуют выпадки выпаливания травы в регионе. За два пошние дни у Гомельской области зарегистровано 79 подобных фактов. Дорога, третья частка всех выпадков у Беларуси припадает на Гомельщину. Выпаливают траву во всех районах. А чаги у сгорания оперативно ликвидуются. Однако не обыходятся без материальной шкоды. Так, у вынику выпаливания травы у Светлогорску был целиком знищенный дачный дом. Людей не полохают с немогчимое наступство и не по мере штрафов до 30 базовых величин. С чем это связано? В первую очередь с тем, что начали вот таким варварским способом, с одной стороны, наводить порядок на своей земле. Плюс, при условиях, сейчас, в общем-то, уже сухо, да, паводка такого не было, где-то брошенная какая-то сигарета, где-то кто-то развел какой-то костер и ушел. И начинает выгорать вот эта сухая растительность. Поэтому сейчас наши все районные отделы ПЧС ориентированы на то, чтобы проводить рейды. Поднимаются все комиссии по чрезвычайным ситуациям районов. А последние дни соковика у Гомельской области будут теплыми, а ледождливыми. Паводли информации областного гидрометцентра, у ближайшие сутки на большей части территории региона пройдут короткочасовые дожды. У ночи чекается от минус 1 года плюс 4, у день от 7 до 12 градусов тепла. У прогнозе на четверт 31-го соковика так само дожды. Слубки термометрау поднимутся у ночи до 7, у день до 15 градусов. Красавик почнется з яшчэ больш капрызнага на дворья. У пятницу и суботу на большей части территории в области чекаются дожды розной интенсивности. Макчымы мокры снег. У ночи ранецы на особных участках дорог галалёдзица. Месцами макчыма узмацнение ветру до 15-20 метров за секунду. У ночи чекается от минус 2 до плюс 3, у день от 3 до 8 градусов выше и за 0. У неделю опадки прогнозуются только и у особных районах. Температура поветра крыху понизится и складе у ночи от минус 4 до 1 градуса тепла. У день от 6 до 11. На территории Гомельской области зараз проводится комплекс мероприемства под назвой «Мотоциклист». Особливую увагу супрационники ДАИ надают грубым порушением правилу дорожного руху. До их уприватности относят знаходжение водителя за рулем у нецвярозым стане. Управление мотоциклом немают шынах это правоу. За 2015 год в области зуделом мотоциклистов отбылось 51 дорожно-транспортное здарение. У их вынику 5 человек загинули и 42 отримали травмы разной ступени тяжкости. 13 водителям на момент товары были у нецвярозым стане. Со стороны госинспекции будут проводиться отработки гаражных кооперативов в сельской местности на предмет выявления незареистрированных мотоциклов, мопедов, которые в установленном порядке не прошли. Государственный технический осмотр незареистрированы и, соответственно, участвуют в дорожном движении. До других тем. У Гомеля завершился доброчинный марафон «От дня добра до дня счастья» организованы Гомельская областная библиотека имя Ленина. Его головной задачей было оказать допомогу хворым детям. Добрую инициативу подхопили десятки гомельчан. У протяг темы репортаж Ганны Ковалевой. Супрацовники областной библиотеки разом с навучанцами детячей школы мастатства у номер 5 Гомеля с подарунками и мини-концертом побывали у городским центра коррекционно-развивающего навучания и реабилитации. Гэта визит стал кропкой доброчинного марафона под назвой «От дня добра до дня счастья», который продолжился целый месяц, и он заявлялся часткой быного молодежного проекта областной библиотеки «Поколение мы». За некольки тыдня у марафона организаторы акции поспели протягнуть до доброй справы десятки гомельчан. Приходили мамы с детьми, приходили пенсионеры, приходили семейные пары. Изначально мы планировали собирать только канцелярские принадлежности, для того, чтобы дети могли заниматься, развиваться, рисовать, лепить из пластилина. Но участники акции немножко расширили эти границы и приносили и игрушки, и какие-то сладости. Собранные рэджи волонтёры передали выхованцам центра. Продороче, что месяц реабилитацию тут проходят с приклад на полсутни дятей с особливостями психофизичного развития. Организаторы подрахтовали подарунки для кожного, а еще дятей порадовали музычные композиции и яркие малюнки с пожаданиями. Мог сделать рисунки любой желающий. И вот конкретно вот эти рисунки рисовали студенты Гомельского возрастного университета Франциска Скорыны. И все желающие, все, кто приходил, видел нашу просьбу на сайте, вот приходил и рисовал, писал. Музыкальная терапия – это очень великое дело. Наши дети, когда слушают музыку, они улыбаются, лисы их озаряются, они становятся спокойнее, были уравновешенными. Это, конечно, большой плюс для нас. И это и есть счастье для нас. Грандиозное иллюзийное шоу сусед на гаузровню совсем худко разгорнется на сцене Гомельского областного драматичного театра. У новым ракурсе глядачу представить вядомую историю про спячую прихожуню. Один из главных образов постановки у вас обидць автор программы – могилевский иллюзионист Виктор Шишко. Артист прибыл у Гомель на передатні премьеры, кап загадзе сустрецца с журналистами и прячынить заслону будущего представления, показать некольки труков. На вачах перших глядачоу иллюзионист распилавау и проткнув шпагой свою асистентку. Вогуле у роли артиста иллюзиона Виктор Шишко дебютавау у 16 годов. Затым была работа у цирку, первое уласное шоу, початок гастрольного життя и нареште признание у одним из вядомых российских телепроектов. Программа, якую артист представить у Гомели – это одинный комплекс труков, каждый из яких з'является аутарским мастацким твором. Наша работа сравнима с работой канатаходца. И каждый раз, когда ты расслабишься, ты можешь в самом уверенном, в самом таком хорошо отрепетированном месте сорваться и произойти, может, что-то непоправимое. Поэтому каждый раз, когда я выхожу на сцену, я немножечко волнуюсь. И каждый раз, что бы мы, какой бы из трюков не показывали, есть вот эта грань, которую нельзя переступать и, в общем-то, нельзя расслабляться. По словах артиста, у Глядачу так само не дадут расслабиться. Мяжи помеж сценой и глядельной залой не будет. Кожный присутный при жадании сможет стать удельником шоу и особисто докрануться до иллюзии. Даречься, как бы в особице ее программе «Спячая прихожунья», Виктору Шишко спотребилось 7 годов и некольки тонн обсталявания. У Гомеля отбудется усяго три показы, которые пройдут с другого и 24-го красавика. После программы увидят жихары Речицы и Каринковичау. Тым часом у регионе протягивается кастинг удельника у конкурсу «Юная телезорка», ягу проводить телерадовая компания «Гомель» суместно с управлением адукации Аблвы Конкама. Доволе насыченными отрымались и отборочные туры у Добрушским и Советским районе областного центра. Дети здявили неординарным подыходом до выступлений и творчими сдольностями. С подробностями Александра Хамоля. Тудовный вокал, добровывученная верши, оригинальные визитные картки. У Добрушской гимназии номер 2, где отбывся кастинг, было несумно. 11 удельников постарались уразить журы. Это все-таки телевизионный конкурс, поэтому здесь нужна и картинка, и, в общем-то, совокупность, что ли, пунктов. Головная мета увозить улик переможца в конкурсу «Мара» вести программу на телебашине. С этим на кастинг приходят все дети. Одразниваются один от одного только якостью, подрыхтовки и разностайностью талентов. Ну, это как бы мечта с детства. Я всегда мечтал работать на телевидении. В советском районе областного центра на угол был поставлен рекорд по колькости конкурсанту. 26 талиновитых ребят выказали жадание по уделению к кастингу и скоростать шанс стать телезоркой. Вдохновила меня программа «Орел и Решка». Это моя мечта быть ведущей данной программы. Вот именно поэтому, наверное. А также я люблю публику и люблю выступать на сцене, поэтому почему нет? Самое главное – не теряться и отвечать правильно на вопросы. Региональный проект «Юная телезорка» – это шанс отримать опыт публичного выступления и работы у эфира телебачения. По вынигах трех основных этапов конкурса будут вызначены лепшие ведущие у двух взрослых категориях. Хлопчики и девчонки от 10 до 12 и от 13 до 15 годов. А главный приз – контракт на ведение детячей программы. Удельники кастинга в советском районе Гомеля своим жаданием и яскравыми выступлениями подтвердили, что они этого достойны. Сдается, это один из самых творческих составов удельников конкурса «Юная телезорка», который проходит в советском районе областного центра. Дети удивили и хореографией, и вокалом, и актерским майстерством, и промоуницкими сдольностями. Александр Гамоля, Угин Макеенко, телерадо-компания «Гомель». И об спорте. У Гомеля отбылся 10-й юбилейный международный молодежный турнир по вольной боротьбе «Золотая рысь». С поборництвы традиционно сбирают борцов с Беларуси, Украины, России и Молдовы. На этот раз за узнагороды змагалися больше, как 150 спортсменов. За поединками сачил Максим Савин. Самой шматликой была команда господаров. У турниры приняли удел выхованцы у всех спортшкол Гомельской области, у которых культивують вольную боротьбу. Такий ход оправданно лечить организаторы. Удел борцов в международных турнирах даёт необходный опыт. Тем более, что соперники больше, чем серьёзные. Уровень борцов разный, потому что мы учимся, у нас участвуют все. Мы специально делаем для области, там немножко подготовка послабее. И вот они, мы этим детям учатся, как бороться в других странах, в других регионах. На турниры были представлены все регионы Беларуси. Из России приехали 4 команды из Украины, 3 из Молдовы – 2. В остине у той, что добрознаёмые с турниром ведают об узровне конкуренции, тому приезжают в оптимальных составах и выключены за медалями. Мы привозим самых лучших. Посмотрим, как будет, потому что все тренера надеются, что их воспитанники выиграют. И только может показать ковёр встречи, потому что тут не только уровень физической тренировки, но и психологической. Молдавские борцы своих наставников не подвяли. На их рахунку 6 золотых медалёв. Две высшейшие узнагороды повезли дома украинские спортсмены. Одну – представники Могилёвской области. Господары так само поднимались на высшейшую приступку пьедысталу гонору. У своих ваговых категориях лепшими стали Дмитрий Шамила, Вадим Калацы и Ярослав Славяковский. Максим Савин, Михаил Рабкоу, Телерадио Компания Гомель. Новины региона, информацию об проектах Телерадио Компании Гомель вы можете знайсти на нашем сайте у интернете. По адресе www.tevergomel.by. На этом выпуск завершен. У студии працывала Наталья Игнатенко. Усягу вам доброго и до новых встреч у эфиры. Редактор субтитров А.Семкин